Привет, друзья! Мы, как всегда, на Лучшем Музыкальном и готовы вещать. Хип-хоп чарт! Самый горячий, самый крэйзи-крэйзи чарт на нашем музыкальном, на Лучшем Музыкальном. И в гостях у нас Тимон без пумбы. На сегодня роль пумбы будешь исполнять ты, я так понимаю. Вот это ты зря сказал, мне кажется. Ну, рассказывай, какой у тебя вообще настрой на сегодняшнюю запись хип-хоп чарта? Я вообще хочу отсмотреть все новое, что попало сегодня в чарт. Прямо всех отсмотреть. Прямо всех отсмотреть, всех откомментить. Откомментить. Ну и откомментить. Отлично. Модное же слово это, откомментить. Ага, а ты будешь как-то цензурить, нет? Я не Министерство культуры, чтобы это цензурить. Поэтому я буду просто смотреть, качаться. Я надеюсь, прокачать не только меня, но и всех вас. Отлично. Ну, начало положено, как говорится. Сегодня с нами Тимон без пумбы. И ВИДЖЕЙ РОУ. Смотрим. Ну что же, десятая строчка нашего горячего хип-хоп чата. Тимон, сразу вопрос к тебе. Готов? Всегда готов. Отлично. Сантос у нас с треком Город Бога на десятом месте. Ты что-то видел, может, какие-то кадры из этого видеоролика? Они там поют кола-мо-колока-кола-мо-ка. Ты с такими фразами реально, да, заходишь в Старбакс? А вот такие вот заготовочки, вот не надо, не надо. Ну, обычно, да, как бы, так и захожу. Обычно выгоняют, но я не перестаю это делать. В общем, как тебе работа сама? Мне понравилось, даже не дело не в кепочке, мне понравилось сравнение Города Бога. Я так понимаю, пацаны читают про Аллату и делают это очень сильно. И вот этот подбор фраз, как ты говоришь, там, кола-мо-ка-кока и так далее. То есть там в каждом слое, по сути, есть смысл. И они постарались, как это называется, срифмовать, да, так структуировать текст. Очень интересно. Поэтому, я думаю, надо послушать и попытаться понять то, о чем они там говорят. Мне кажется, вот Тимон сейчас Сантосу немножко си, в строчках кола-мо-ка-мо-ка-лока нет никакого глубочайшего философского смысла. Под текст, под текст. Под текст. Читаем между строк. Читаем между строк. Между строк, окей, читаем между строк. Обычно вот так, да, хорошо. Читаем между строк, Сантос, десятая строчка. А вот и девятая строчка. И мы в студии на лучшем музыкальном с Тимоном. Настроение все еще позитивное? Отлично. Хорошо. Тимон, знаешь ли ты, кто такой Игеманьяк? Маньяк. С треком фотоальбом. С треком фотоальбом не знаю, но Игеманьяка я знаю очень давно и очень много лет. А это какой, лысый парень или в кепочке? Это который лысый. Который лысый? Это который второй залетает в клипе. Я вот только что его посмотрел и прям очень круто. Вот это вот он. Это он. А как, парень вообще, хороший? Парень хорош. А вообще? Рэпер неплохой тоже. Знаешь с чем? С тем, что он очень-очень много лет занимается этой музыкой. Не предает ее. Не уходит в какие-то там коммерческие истории. Он остается в рэпе. И он продолжает и продолжает нести свою мысль в своих треках. То есть он не исполняет треки. А ты такой красивый с бородой. Не ушел, да, в это? Как там? Динамит, айт, да. Нет, нет, это он делает. Так, амортизация была прекрасная. Тебя же подбрасывает, по-моему. Хореография тоже. Репетировал, видно. Да, да, да. Хорошо. Звездный час обеспечен нашему Тимону. Ну, хорошо. Девятая строчка. Посмотрим клип. Там очень-очень интересно. Два лысых парня. И один в кепке. Е. Интересно? Старая школа. Это старая школа. Тут уже два пальца. Смотрим. Да. А это все еще мы и все еще хип-хоп чат. Тимон, вот рассказывай. С первыми лучами солнца. У нас восьмая строчка. Вот где у тебя были? Когда и при каких обстоятельствах первые шаги в рэпе? Это было в далеком 2005 году. Нет, на самом деле это было очень давно. Где-то сколько там? 12, наверное, назад. Первые мои лучи рэпа проходили на последней партии нашей физмар-школы. Как-то так. Но то, что я увидел в этом клипе, это, наверное, уже посерьезнее, чем просто... Просто там у парня посерьезнее пресс, чем у тебя, мне кажется. У меня вместо пресса череп. Ага, то есть это отвлекающий маневр от пресса. Загрызу. Отлично. Не смотри на мой пресс. Его и так нет. Загрызу. Отлично. Тогда мне тоже пару черепов на бока, может быть, на желудочек, нет? Можно? Ну, если осторожно. Почему нет? Все ясно. Так и запишем. Ну что же, смотрим восьмую строчку вместе с Тимоном. Хорошо. Седьмая строчка в хип-хоп-чарте. Не, мелодика какая-то совсем не рэповская получилась. Дер Келли откроет нам секрет на седьмой строчке. Такой вот, знаешь, он спаситель прелестных дам, убийца дракона. Это ты про себя сейчас или про него? Ну, я бы тоже таким хотел быть. Ага, ну есть на кого равняться. Тимон, ну, открой нам секрет. Вот какой-нибудь, вот есть самый тайный. По секрету и только нам. Что у тебя там? Я не рэпер. Я не рэпер. Балерина. Нет, это на лес гимнус сейчас был похож. Вот так, да? Не, знаешь, тает лед у тебя немножко лучше получалось. Да, кстати, вот это круто вообще. Да, техника более отработана. Ну, расскажи про личную жизнь, возможно, есть ли у тебя своя прелестная дама? У меня их три. Когда вы этого не снимаете? Жена и две дочки. Ага. А вас хватает вообще, как бы, на поклонниц? У нас мистера Тимона хватает. Вас мистера Тимона. Хватает еще как, нормально. Хватает же там, я надеюсь. Так, а жена вот сейчас будет смотреть, она как бы нож уже точит. Ничего? На тебя. Так я-то не поклонниц, пардон. Да-да-да. Смотрим. И мне плевать, что ты куришь, родная. Что? Я убийца дракона. Нет, это предыдущий трек. В смысле, я курю, я не курю. Мы на канале Музон только за здоровый образ жизни. Ты о чем вообще сейчас? Я о том, что следующая, шестая строчка. Ага. Парням плевать, что ты куришь, родная. Так не курю я. Никсел, Ако с треком «Притяжение». То есть у Меладзе и Виагры не получилось, притяжения больше нет. А вот у них как-то у Ако и Никсела... Между ними тает лед. То есть между ними лед растаял и появилось притяжение. Ай, да ладно. Тимон, рассказывай, твои поклонницы, вот эти многомиллионные толпы, будут ожидать каких-то треков, клипов от тебя? Да, ждите. Причем в новом формате и на английском языке. Да, потому что Лондон – это capital of good people. Да, конечно, это terrible. Пожалуйста, я говорю из моего сердца. Инглийский, манхер, ты говоришь? Нет криминалития. Криминалития. Нет криминалития. Ситуация опасная. Нет криминалития. Нет криминалития. Ага, мука лока может куда-то. Мука лока тоже. Если что там украду, пацаны, я без суть. Ага, ну не знаю, Сантос уже рядом с твоей женой, мне кажется, на житу. Ничего? Договоримся. Хорошо. Ну, смотрим ты за шестую строчку притяжения. Итак, пятая строчка в нашем хип-хоп-чарте, и я с тобой, точнее ты со мной, сегодня в общем в студии у нас Тимон. Все нормально? Я с тобой. А, так ты нас слышал, видел клип. А ты знаешь, что ему 17 лет? Серьезно? Да, ну практически как тебе. Ну, тогда я могу сказать, что есть чему позавидовать. Я в 17 лет не мог себе позволить оказаться в середине хип-хоп-чарта на ведущем музыкальном канале. Хорошо. А где ты был в 17 лет? Я уже рассказывал, на задней партии в школе. И что ты там? Я тогда писал, писал, писал. Не цензурные слова на партии? Нет. Достаточно не цензурные, но на бумажке. На бумажке, да. О жизни мы читали тогда, о любви. И вот как вы, наш победитель пятого места. Победитель пятого места. Я с тобой. Да, он просто я с тобой, такой в шапочке, с девушкой. Но, конечно, не убийца драконов, но все же, неплохо. Тоже герой, да? Тоже герой. Все. Это Тимон сказал. Ну что же, друзья, это все еще мы, к сожалению или к счастью, Тимон и... Нет, не Пумба. К счастью, Тимон и к сожалению, Пумба. И к счастью, Ви Джей Ро, друзья. Мы подобрались к четвертой строчке, где у нас обосновался, так сказать, расположился Би Джига с треком Олар Бельмейде. Ты вообще наблюдал эту видеоработу? Да, я эту работу наблюдал и могу сказать, что есть очень сильное сходство с достаточно известным американским рэпом, R&B-исполнительным Дрейком. Но это только сходство. Наша работа гораздо лучше, потому что я как рэпер могу сказать, что на казахском языке рифмовать в разы сильнее, нежели на английском. Сложнее? И эти ребята в разы сложнее. Казахский язык, он очень сложный, он очень жесткий, и слова достаточно неритмичны. То есть ты бросаешь вызов Дрейку и хочешь сказать, что он бы на казахском языке текст не написал? Без шансов. Без шансов. А Би Джига это смог. Смотрим. Ну что же, друзья, первый музыкальный хип-хоп-чарт Тимон и Ви Джей Ром вещают как всегда. Ну скажи, ты пока не разочарован в нашей работе, в нашей студии, во мне? Эмммм, нет. Вот эта, эммм, вот эта минутка задумчивости как-то вот не внушает доверия, знаете? Да-да-да. Да-да-да. И согласился. Ну хорошо. На третьей строчке у нас всемогущий скриптонит с треком Ви-да-ви. Вот именно вот так вот. Что ты можешь рассказать нам и поведать про данного исполнителя? Я могу сказать, что этот человек, который помимо того, что очень круто делает свою музыку, круто делает свое, как это можно сказать, творчество, он еще и продвигает всю страну в России и во всем ближнем зарубежье. И благодаря ему большинстве в СНГ узнали про то, что в Казахстане тоже есть рэп. И этот рэп очень крутой. И этот рэп может стать лучшим альбомом России за 2000, если не ошибаюсь, 16-й год. А ты веришь в это? Я не то, что в это верю, я это знаю. Ага, то есть ты надеешься на это? Я это знаю. То есть ты предполагаешь? Это уже свершилось, было. Было, уже. Да, уже было и происходит до сих пор. То есть ты можешь назвать тебя поклонником скриптонита? Поклонником нет, я могу сказать, что я человек, который очень уважается. Так, вот почему-то никто не хочет называть себя поклонником скриптонита, не знаю почему. Нет, ну просто это немножко не мой стиль музыки, я не совсем... Все, не опрадывайся. Не поклонник, и ладно. Ну как-то вот, да. И мы это не вырежем, пусть вся страна смотрит. Третье слово. Крипи, я тебя люблю. Добрый вечер, дорогие телезрители. У нас хип-хоп-чарт на первом музыкальном. И с нами в студии Тимон. Добро пожаловать еще раз. Хочется... Спасибо. Не заикайтесь. Да, я... Я поняла, что вы увидели данную работу. Зачитаю. Квинти, Белла Мур, Диджей Атом, Еркек Булсан Далельде. Вот. Сразу возникает вопрос. Умеете ли вы делать так же круто тверк, как данный исполнитель? Легко. Продемонстрируешь. Пять лет этому гранируешь. Продемонстрируешь. Прям здесь сейчас? Да, вот прям здесь сейчас. Как, как, нормально? Отлично. Не умеет он делать. В общем, друзья, вторая строчка. А ты смотри и учись. Вот это у тебя лучше, чем тверк, получается, Тимон? Пойду в битбоксер. Иди. Буду плеваться в ладошку. Только об меня не вытирать, пожалуйста. В общем, первая строчка, друзья. Лидер этой недели. Асха Принц и его плотина. Как тебе вообще трек? Как тебе клип? Как тебе Асха? Трек, клип, Асха и... Что ты хочешь сказать? Вот этот второй, который... Ню... Нюкош или Нюкоу? Ну, давай скажем Нюкоу. Нюкоу. Они пусть дадут. Они все очень-очень-очень крутые. Серьезно? Выверено все. Картинка, актерская игра, трек. Так, подача, вокал, сведение песни, мастеринг. Черт возьми, все. Ребята, вы молодцы. Так, ну, немножечко есть. Секундечка, зависти, нет? Да, вообще ни о чем, если честно. Прямо ни о чем. Я бы вообще не ставил бы вообще. Ну, хорошо, надеемся, что первая все-таки была правда. Мою надо, меня надо ставить первую. А вот так. Вот у рэперов всегда, те, которые приходят к нам в гости, вот прорываются в конце вот именно вот это. Я хочу, я, меня. Когда Ро скажет, и на первом месте. Тиман и Тумба! Мути королев, да? Первое место, принц, сослуженно, народ проголосовал, и значит, это круто. Смак. Ну что же, друзья, наш хип-хоп-чарт подошел к концу, и все самое интересное, как гвоздь программы, мы оставляем напоследок. В общем, Тимон согласился за бесплатно, между прочим, ну, по договоренности, за мои красивые глазки, конечно же, согласился немножечко зачитать нам что-нибудь из своего. Давай. А ну давай-ка вспомним, как мы начинали, то, кем стали, с пацанами в подвале, в том, что у нас забрали. Далее была квартира мамина, и комната, где зависали мы, не зная правил, все читали рэп, играли мы в эту игру, мы строили нашу судьбу. Не понимая нюансов, мы знали, что приведет нас к лучшему дню, к слову люблю, делаю мечты, где я творю, а слушаешь ты каждое слово дословно. Словно я не времени, никто не понимает рэпа, а это так легко, когда ты носишь на бок кепку, а в голове светло. Я каждый день вяжу победу, когда через стекло смотрю на то, что было сделано, на каждый наш альбом. Тут дело в том, что был у нас повышен тон, и каждый залипал один неписанный закон. Будь готов ответить за слова, что бросил в микрофон. Возвращаться тяжело, но я это сказал Тимон. Ты поняла, что я сейчас официально вообще в рэп вернулся только что? Вот прям сейчас, благодаря мне все. Ладно, благодаря тебе. Мне это нравится, вот концовка замечательная была. Если не учитывать, конечно, что Тимон попросили так пару строчек зачитать, а он как бы за все свои 10 лет творчества зачитал все, что вспомнил. Мы такие сейчас только что подвинули своим хип-хоп-чартам чарт в Казахстанской стране. Думаешь? Что там после нас будет идти? Не знаю, реклама подгузников, возможно. Нашу тему. Вот как раз я зачитал, они сейчас все описываются, и потом подгузники. Надеюсь, от радости. Ну, естественно. Конечно. Потому что, друзья, ничего не предвещало беды, как бы. Нет, шуточка. Тимон прекрасный парень, а девочкам рекламировать не буду, так как три прелестные дамы у него есть. Кстати. Нож-нож, помнишь? Нож-нож, да. Знаем, что у жены есть мачете. В общем, друзья, с нами был Тимон. Зачитал. Думаю, в скором времени появится и твой видеоролик на первом месте. На первом месте. Тает лед, тает лед. Виджеро и Тимон. Мир вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok